Привет зрителям и подписчикам канала Сорокин Теннис. Это видео-прогноз о предстоящем финале Ролангороса 2023 года, Джокович Руне. Мое мнение по поводу этого матча, обо всем по порядку, поехали. В этом прогнозе я буду опираться на некоторые факторы, которые я считаю основополагающими с точки зрения выбора для моей головы, для всего, что я видел за эти две недели по принятию решения и возможных шансов на победу того или иного игрока. Я начну с самого главного. Это мотивация. Надобность. Насколько это Джоковичу надо? Наверное, еще очень долго будут люди спорить, кто же более великий Федерер или Надаль. Но я думаю, что этот вопрос уже решен. И сухие цифры покажут, что есть другой человек, который, конечно, никогда в силу многих обстоятельств не станет в глазах очень многих людей более величайшим. Но я думаю, что год будет один. И то, насколько нужен Джоковичу 23-й титул, который, я думаю, не достанется уже никогда Надалю, сложно это переоценить. То есть мотивации у него будет предостаточно. То есть сдохнет, наверное, за этот титул. Я считаю это огромным фактором, который работает над Джоковичем. Никакой возраст в этом не помеха. И полуфинальный матч ярчайшее тому доказательство. Я уже говорил, что для меня турниры большого шлема, особенно финалы, это особая дисциплина. И есть такая хорошая картинка, которая показывает, кто выигрывал за последние, по-моему, 15 или 20 лет, как Федерер, Надаль, Джокович играли. Кроме них эти финалы, да, там можно на пальцах одной руки пересчитать, что-то выиграл Мюррей, что-то выиграл Вавринка, что-то выиграл Дид Поттера, что-то выиграл Тим. Так больше я не вспомню, кто выигрывал Большой Шлем. То есть это такая отдельная дисциплина, которую разыгрывали эти три человека. Руда – это третий финал. Первый был просто ужасный, да, который, думаю, тоже вы видели. Это проигрыш Надалю. Честно говоря, даже жалость возникала у этого финала по отношению к Руде. Второй финал был чуть-чуть лучше с Алькарасом на US Open. Но, опять же, очень далек Руд был от своей лучшей игры. Сейчас это третий финал. Не знаю. Для меня Руд лимитированный. Вот у него есть какой-то лимит, да, вот. Есть какие-то кумиры, идолы, против которых он там играть не может. Конечно, показав 100% своего тенниса, раскрывшись, я думаю, что будет очень ожесточенная борьба. Но, опять же, показав, не показывая этого, я думаю, чудо не произойдет. Безупречная игра Руда до финала. Да, это действительно так. Я немногое видел из его игры, но я видел его игру с Руны. Это было Хольге Руны. Это была сенсационная победа для меня, потому что я не видел другого финала, кроме Джоковича Руны или Алькараса Руны. И Руд играл просто здорово. Я видел маленький кусочек игры со Зверевым. Это, опять же, была очень хорошая игра. Но все, кто видели 2022 год, да, опять же, там, его игру с Чиличем в полуфинале, это была офигенная игра. И кто может сопоставить его уровень в процентном соотношении, что он показал в полуфинале и в финале, навряд ли это было больше 10%. То есть у Руда есть что-то вот здесь. Еще один момент, который нельзя, наверное, не сказать. Я думаю, что это не открытие. Каждый может это посмотреть. Это head-to-head по личным встречам 4-0. И если, наверное, есть King of Clay, да, это на Дали. Есть там King of Grass, это, наверное, Федерер был. И есть King of Hardcourt, наверное, это Джокович все-таки. Я посмотрел статистику, и 4-0 выиграл по личным встречам Джокович все игры у Руда. А вот если взять Руда, то, наверное, все согласятся, что любимое его покрытие – это грунт. И у Джоковича есть даже две победы на грунте, над Рудом. Поэтому статистика тоже говорит в пользу Джоковича. Безупречная игра Руда до финала. Да, это действительно так. Он играл безупречно, и уровень игры его очень высок. Но посмотрите, как сыграл последние две игры до Джоковича Алькарас. По сути дела было 6, по-моему, ошибаюсь, 2, 6-1 и 5-2 с Циципасом. То есть матч мог закончиться за полтора часа, и Циципас навряд ли является каким-то там мальчиком для битья. Опять же, три сета победа Алькараса над Мусетти. Насколько он был хорош до Джоковича, и букмекеры считали его фаворитом. Я вот, например, проголосовал, там в Инстаграме такая иконка была, там «Кто победит?» И там не было видно процентное соотношение. Я когда проголосовал, посмотрел, что 68% отдали свои голоса, что победит только раз. Совершенно другое, мне кажется, играть против Джоковича, у которого такая мотивация на 23-й титул, на действительное становление голотом of all time. Дорогие подписчики канала, честно, я не люблю жаловаться, но в сегодняшних условиях каждый ролик – это просто титаническая работа. И то, что, допустим, хочется делать, значительно больше, чем то, что можется. И эти видео записываются ночью, после, я не знаю, какой, 10-11-часовой работы, просто потому, что этим хочет делиться. Есть огромный там фидбэк с канала, спасибо людям, которые подписываются, которые оставляют какие-то вменяемые комментарии, просто ставят лайки, не знаю, связываются с нами, просто какие-то вещи там приятные, не знаю, личные какой-то переписки пишут. Это действительно энергия, и хочется делать гораздо больше. Но, как бы, есть вещи, которые ты делаешь, да, просто для сердца, которые приносят тебе удовольствие, но они тебя не кормят. Пока это так, и я делаю это просто от сердца, и, к сожалению, мне надо больше работать. Может быть, не всегда в местах, в которых мне нравится это делать, но я вынужден это делать. По матчу Алькарас-Джокович мы сделали огромную работу. Я полностью проанализировал матч. Я надеюсь, что это будет очень интересный анализ, и мне есть очень много что рассказать. От тактики, которую выбрал Джокович, до судорог, которые случились с Алькарасом. Но я понимаю, что выпускать это видео сейчас, это работать всю ночь, и не мне, но Никите. И это просто как бы убьет завтрашний обзор финала. Если вы поставите под этим видео 250 лайков, и покажете свои реакции, что вам наплевать то, что обзор матча Алькараса-Джокович будет, может быть, не в хайлайтсах, не в прямо то, что вот сейчас закончился, и мы его сделали. Мы сделаем его после окончания финала, после окончания обзора финала. И я покажу вам, допустим, свои моменты, на которые я обратил внимание в этом матче, и что уникального сделал Джокович, и, например, выскажу свое мнение по поводу судорог Алькараса, которые случились. Ну и вообще свое мнение по поводу матча расскажу. Если вам это интересно, пожалуйста, покажите это реакциями. И я потрачу огромное количество времени еще, и мне принесет это действительно удовольствие, если вы, опять же, дадите какой-то позитивный фидбэк на это. А также напоминаю, с 24 июля по 7 августа мы проведем сборы в Берлине. Для всех желающих присоединиться нам, внизу под видео будет ссылка в описании. Заполняйте анкету, указывайте ваши пожелания, оставляйте номер телефона, и мы с вами свяжемся, уточним детали.